всем привет с вами был из гараж у нас на канале новая рубрика о том на что обращать внимание при покупке машин сегодня у нас е60 очень красивая машина и сейчас я буду на ней рассказывать и показывать на что смотреть при покупке давайте определимся перед тем как будем дальше что-то говорить какую вы хотите машину а точнее двигатель я вам скажу честно перед тем как мы начали снимать я посмотрел кучу обзоров на ютубе с в основном русскоговорящих соответственно и ребят из россии которые утверждают что ни в коем случае не покупайте дизельные машины покупайте бензин и у вас не будет проблем я вам честно скажу я никогда не жил в россии я не знаю что у вас там происходит потому что большая часть нас из россии смотрят я буду говорить исключительно за европу и то что происходит в риге так вот мой выбор это дизельный мотор и сейчас я попытаюсь объяснить почему в дорестале она существовала как и бензиновые так и дизельной версии значит в доресте самый ходовой двигатель который вам особо не будет приносить проблем что касаемо бензинового это m54 то есть он был 2.2 литра 2.5 и 3 литра бензин так вот если вы хотите бензиновый мотор но к сожалению был только в доресте это m54 это единственный двигатель который вас не будет сильно мучить и сильно бить по вашему кошельку что касаемо дизельных моторов дорестайле это был мотор на 160 киловатт 218 лошадей и 35 дизель мощностью 200 киловатт то есть 272 лошади так вот эти моторы дизельные по крайней мере у нас в риге не имеют практически никаких проблем до 250 тысяч километров один из парней там я смотрел обзор сказал что у дизеля на 100 тысяч километров отваливается турбина и что это очень очень дорогостоящий узел не согласен 250 300 тысяч километров без каких-либо проблем едет турбина дизельных моторах также как и топливная система и все остальное все остальные навесные агрегаты что например у бензина к сожалению есть проблемы и по катализаторам и все вы знаете что у них горячая очень температура рабочая высокая там начинаются проблемы с маслосъемными колпачками и задирами и с катализаторами с всем остальным к тому же насколько я понял что в россии очень плохое топливо и там вы действительно с этим сталкиваетесь но почему тогда говорите покупать бензиновые моторы они дизельные мне непонятно так вот что касаемо дизельных моторов в дорестайле смело можете покупать дизельный мотор конечно конечно перед покупкой обязательно посмотреть его состояние заехать в сервис и так далее в старых этих михаилах то есть м 57n ставился в 60 как в доресте м 57n2 в этих моторах егр не засирается практически он всегда чистый коллектор да есть маленький-маленький слой нагара но в целом это считается чистый коллектор по сравнению с моторами которые вы в серии ставили поэтому глушите герни нужно почему во первых вас машина будет дольше прогреваться она будет ехать хуже на низах работать будет жестче ну и так далее если вы найдете человека которого полностью сможет переписать топливную карту ну можете попробовать я считаю что игр глушить не нужно пока он исправен соответственно еще наперед скажу никогда не покупайте эти высокотехнологичные машины просто на улице пришли посмотрели там на глаз все беру нет обязательно в сервис и обязательно там где их эти машины хорошо знают так вот дизель смело можно брать даже с большим пробегом просто повторюсь надо его внимательно осмотреть посмотреть в каком он состоянии что касаемо цепей на дорестайловых машинах очень часто идут вопросы надо не надо так вот в дорестовых машинах цепь менять давайте до 400 а то и до полумиллиона километров тысяч не нужно она ходит там без проблем в рестайле конечно ситуация будет немножко посложнее смотрите по цепям у дорестайлового мотора как бы это плюс да давайте поставим плюсик но у него есть болячки например такие как вы видели видео я менял коллектор выпускной на 53 кузове если нет посмотрите это видео на канале у него есть проблема с выпускным коллектором то есть есть плюс с цепями есть минус с коллектором еще из плюсов для дорестайлового мотора что это мое мнение что у него стоит простая топливная система то есть не с пьезоэлементами форсунки а просто электромагнитные клапана долговечная система практически до последнего будет работать уже на издыхании будут работать форсунки но машина будет хоть как-то ехать в рестайле сейчас расскажу в рестайле немножко другая ситуация что касаемо навесных агрегатов в рестайле в дорестайле практически все одинаково немного там поменялись гидроусилитель руля насос в рестайле там тоже есть этим с эти небольшие проблемы что касаемо остального там демпфер генераторы кондиционеры все это практически идентично так что здесь нет разницы рестайла или дорестайла теперь о рестайловых дизелях это моторы мощность 273 киловатта и 210 киловатт с 1 35 дизель да так вот там появились проблемы с цепями моя рекомендованная цифра это 250 тысяч километров когда вам нужно заменить цепь но кто-то ездит до 300 ну когда эти машины уже разбираешь там натяжитель уже на грани того чтобы выплюнуть плунжер из самого корпуса и там цепь это оборвалась там появилась у нас новая топливная система с пьезофорсунками да работает двигатель мягче у него больше циклов форсунка может исполнить он экономичней он работает приятней хотя на звук пьезофорсунки они так шелестят мне не очень нравится ну ладно и что касаемо кстати пьезофорсунок есть такой интересный момент что вот то что я говорил вдоль расти дизель он будет ехать до последнего то пьезофорсунка она если что-то не понравится она вот у нее внутри есть проблемы с элементом как это делается примеряется там мультиметром сопротивления машина просто у вас глохнет уедете она глохнет не потому что у форсунки механическая часть неисправна в нее неисправна электрическая часть и с этим очень часто сталкиваемся по этому пьезофорсунки к тому же они считаются неремонтно пригодные форсунки то есть вот по топливной системе я бы все-таки выбрал дорестовую машину рестайловая машина получает минус затопленную систему хотя в принципе довольно надежная система и минус за рвущейся цепи но есть плюс например в рестайле поставили чугунный коллектор ура бы поэкспериментировали на первых 60 кузовах в том числе 53 там 46 83 и так далее но в рестайле наконец-то появился чугунный коллектор который вечный с ним нету проблем по навесным агрегатом разницы практически нет как я и сказал будь то демпфер генератор все остальное здесь практически разницы никакой нет и давайте я не могу промолчать про бензиновые моторы в рестайле 2005 года у боя появились такие моторы как n52 а с 2007 года m53 и там m54 он шел на америку насколько мне известно честно не советую не советую покупать они будут постоянно возгореть чек-энжен у вас постоянно будут проблемы с ванносами с катализаторами с вальватрониками если это m53 у вас будет постоянная проблема с тнвд с форсунками которые могут вам сделать гидроудар то есть я настоятельно не рекомендую покупать бензиновый мотор но если вы вот прям хотите бензиновый мотор готовьте кучу денег кучу терпения ищите специалистов которые вам помогут учтите что даже их найдя специалистов я не говорю про себя чуть нет-нет-нет найдя специалистов каких-то действительно соображающих ребят будьте готовы что даже после того как вы вложили туда вот кучу денег то закинули все равно есть шанс и очень большое что мотор продолжит опять капризничать в другом месте или еще что-то поэтому бензиновый мотор готовьте кучу денег меняйте все ванус новый там вальватроник новый катализатор новый и только оригинал ничего другое не будет работать к сожалению поэтому подумайте посчитайте стоит ли это того к тому же вот эти дизеля что дорестайли что в рестайле они очень хорошо едут на чипе вот конкретно эта машина 280 лошадей получилось и 620 момента ну нереально классно она едет и расход средний получается 10 12 литров городе бензиновый мотор никогда в жизни не будет столько кушать он будет кушать двое больше ну в полтора раза больше постоянно будет сидеть в сервисе и она не будет ехать так как едет эта машина ну я конечно же не могу сказать пройти мимо в 8 бэв то что вы сделали в н62 но там просто плакать хочется вот если вы взяли n52 или n53 то вы еще не сильно попали если вы взяли n62 то готовьте туда вкладывать просто постоянно к сожалению этот мотор после там 150 тысяч километров даже раньше начинает иметь такие болячки такие проблемы что там не рассматривайте вы 8 ни в коем случае да понимаю хочется в 8 звук какой-то там момент на низах но не нужно покупайте дизель который едет снизу и будет очень очень радовать своей динамикой расхода но про m5 честно три раза снизу видел даже на одной меня вкладыши кстати редкая у нас машина особо ничего сказать не могу легендарный мотор считается поэтому умничать не буду есть бабки покупайте m5 хотите е60 покупает просто е60 и нету вот просто постоянно не вкладывать обслуживать тогда покупайте 500 30 дизель и поверьте вы будете довольны вот оператор меня опять ругает из-за камеры это если я найду бензин с пробегом 80 тысяч километров да тогда можете покупать и до 120 тысяч километров у вас есть время по на нем покататься насладиться потом 130 140 150 и поехали у вас начнутся проблемы вы запомните мои слова кстати 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 мне на почту где-то раз в два дня точно приходит сообщение от как из подписчика который у меня и 53 у меня прожался не там стучит гремит там у меня n52 с бензиновым мотором не очень часто пишут просто просят помочь люди почти знаете есть те кто приходит я грубо скажу без штанов уже без денег говорят пожалуйста помогите но как я могу вам помочь когда мотор сам по себе полно но ссори за выражение покупайте дизельную машину особо внимательно и заметили да что что-то поменялось но я вам скажу что произошло мы записывали видео у нас половина файлов записалось без звука мы повторно взяли машину прошла уже неделя это видео должно было выйти раньше прошла уже неделя мы повторно записываем это видео для вас но мы не можем его не записать потому что мы хотим попробовать вот такую рубрику и так с двигателем мы определились но по крайней мере я вам советую купить машину именно с 3 литровым дизелем и в рестайле несмотря на то что здесь свои и плюсы и минусы по крайней мере рестайл у бмв всегда лучше какой бы эта модель и не касался самые слабые места давайте порубимся по ним вы наверняка видели видео у меня на канале про шкив то есть демпфер да демпфер крутильных колебаний или передний большой шкив смотрите на него следующее что вам нужно знать это все потеки масла которые на патрубках находится с интеркулера с турбины везде это больное место там такие резиновые уплотнители они меняются стоит для резиночки сумасшедших денег и раз в три месяца нужно их менять потому что они будут течь поэтому при покупке такой машины если вы будете смотреть и будут масло мы сейчас поднимем эту машину снизу посмотрим если мне эта проблема при покупке такой машины посмотрите если эти места текут ну как бы это не катастрофа но вы будете это менять запомните это нормальная болячка для этого для дизельного мотора что нужно знать про коробки на вот конкретно этих машинах про механику особо говорить нечего там единственная из проблем у двух литровых дизелей с большими пробегами начинается проблема с подшипником первичного вала и так далее там выгоднее поменять коробку в сборе чем ее ремонтировать но это редкий случай в основном эта машина на автоматах здесь ставилось два вида коробок то есть 6 хп 19 более слабая коробка которая переваривает меньше крутящего момента и 6 хп 26 так вот 6 хп 19 ставилась 520 дизель 525 дизель и по-моему на все бензины но могу ошибаться не осуждать мне сильно за это 6 хп 26 ставилась на 3 литровые дизеля и 35 дизеля они держат момента значительно больше что нужно знать про коробку 6 хп 19 у нее очень слабое место это пакет е 5 6 скорость у них проблема со втулками масляного насоса пропадает давление начинает гореть вот такой маленький пакет фрикционов на вот этот пакет е и у вас просто начинает буксовать передачи на 5 и 6 передач когда машина пытается переключить 6 хп 26 значительно крепче коробка тоже имеет те же самые болячки но они значительно выносливые то есть ресурс вот этих узлов которые такие же больные как в 19 коробки они просто дольше работают и что еще вам нужно знать вы меня очень часто спрашиваете вы к сожалению не все посмотрели это видим мое видео или невнимательно про замену масла в коробке тоже ссылка будет в описании обязательно каждые 70-80 тысяч километров замена масла бмв на своих коробках не на своих на ну мы говорим zf а правильно ctf по-немецки на своих коробках ctf пишет life time oil то есть масло на весь срок службы коробки что такое весь срок службы коробки для бмв это примерно гарантийный срок до без проблем они потом после гарантийного срока еще проедут и потом начнут проблемы с коробками но мы так говорим про бушные машины поэтому да когда машина новая там никто масло не меняет но поверьте лучше поздно чем никогда при правильной замене масла вы не испортите коробку и только сделать ей лучше поэтому еще до того как у вас начались проблемы с коробкой там пинается тянет скорость это неважно какие замените масло с полным комплектом резинок со снятием мехатроника и езжайте дальше каждый 70 80 тысяч километров даже сам ctf об этом говорит меняйте масло кстати у них на эту тему даже был ролик на ю тубе где не говорили что менять обязательно и я уже тысячу раз говорил я скажу еще раз я был на заводе ctf где нам в этот момент мы спрашивали нам отвечали меняйте масло не слушайте бмэ меняйте масло чем еще хорош рестайловый 60 кузов тем что у него уже стоит джойстик на управление коробки то есть по сути коробки да они немного на обновлены так скажем рестайл коробок но по сути та же самая коробка только с электрическим переключением передач то есть нету прямого тросика просто все происходит при помощи проводов и также сразу скажу наперед есть машины с обычным джойстиком и есть машины со спорт джойстиком у нас в этой машине стоит спорт джойстик моего сейчас вам покажем что вы должны об этом знать что машина со спорт джойстиком или простым не имеет никакой разницы в самой коробке это две абсолютно одинаковые коробки отличается только прошивка так что если вы вдруг купили машину без спорт коробки так называем вы можете туда смело поставить джойстик все это запрограммировать поставить лепестки на руль все это работает в паре и у вас все будет работать единственный момент у нас были клиенты которые просили поставить спорт джойстик на машины с полным приводом x-drive у нас не получилось то есть мы не смогли найти программу которая будет поддерживать полный привод и спорт коробку то есть как будто бы мы такого не существовало но наверное так и был я не встречал таких коробок на x-drive дальше при покупке наверняка эти машины вы уже будете покупать с пробегом 250 300 тысяч кстати что интересно в латвии у нас все машины с пробегом 200 тысяч будь то 39 кузов которому уже 20 лет или будь то 60 кузов которому вот самым старшим получается сколько девять лет до в десятом году они закончились у них тоже будет 200 тысяч пробега я хочу сказать покупайте бмв по состоянию да конечно хочет чтобы настоящий пробег чтобы была история если вы такую машину идите найдете считайте что вам повезло но в целом бмн нужно покупать по состоянию и еще очень часто буквально кстати вчера или позачера я удалял дп на машине и опять ко мне приехала машина который фильтр вместе с катализатором просто просверли насквозь пожалуйста не делайте так это неправильно это нельзя так делать просто нельзя либо удалите фильтр либо ничего с ним не делаете и ставьте новый я не знаю но не сверлите потому что это неправильно вы обманываете машину у вас начинается проблема с расходом с мощностью совсем со всем остальным что касаемо навесных агрегатов например в рестайла есть такой насос кстати здесь такой насос гидроутилителя стоит неоднократно сталкивался снимаешь рейку на реставрацию ставишь ее обратно и насос перестает работать вот действительно и мне никто и насосники тоже кто занимается гидравликой не могут ответить полноценно на этот вопрос почему так происходит я тоже не могу ответить на имейте ввиду что в рестайлах насос гидроусилителя может просто отвалиться потому что вы сняли поставили рейку не могу ответить на ваш вопрос почему так происходит с генератором генатор здесь довольно таки надежные 300 тысяч ходят примерно давайте так 250 тысяч рекомендуется снять и делка афтику заменить счётки счетки здесь продаются вместе с таблеткой ставьте только оригинальную таблетку потому что все аналоги работают извините через одно место соответственно проверяйте состояние жидкости но это все вы можете поменять только не забывайте это делать после покупки все о чем еще все то о чем сейчас говорю про заслонки про кроме насоса гура там генератора все остальное это касается всех деление только конкретно этого 3 литрового я уже говорил про турбину но еще хочу сказать что турбина при должной эксплуатации правильный при правильной замене масла раз в 10000 они 30-40 турбина проживет вас 250 тысяч вообще без проблем а то и 300 а то и больше но имейте ввиду что турбины реставрации например в риге стоит примерно 200 300 евро на зависимости от года машины с электронным актуатором или нет поэтому не бойтесь этого этого узла как турбина но как бы раз 200 300 тысяч заменить узел пусть давайте так снять поставить масло там реставрацию турбин давайте рубим 500 евро и вы поехали еще 200000 но это небольшие деньги на самом деле учитывая сколько вы можете на этом агрегате проехать после ремонта что еще хочу вам сказать важный момент про 3 литровые дизеля вообще в принципе дизеля которых уже стоит умная система накаливания свечей здесь 5 вольтовый свечи который моментально греется и стоит блок управления свечами которые не просто там вот как было в 39 кузова но включил выключил здесь уже машина она смотрит температуру за бортом температура холостой жидкости много-много факторов и выбирает нужное напряжение время для которого нужно зажечь свечи поэтому кстати вот многие задают мне клиента вопрос что в старой машине мы включаем зажигание например вот у меня вы все и пишет при хитинг то есть подогрев свечей мы ждем пока погаснет и запускаем двигатель здесь многие спрашивают а как у меня старт-стоп я нажимаю кнопку и машина запускается моментально а греет ли она свечи да она здесь греет свечи именно для этого и была внедрена сюда система одна из причин почему сюда была внедрена такая сложная система накаливания для того чтобы с комфортом садились нажимали кнопку и у вас тут же запускался двигатель я кстати могу ошибаться но по-моему начиная с f кузовов а возможно из 60-х я точно не помню нужно открыть документацию посмотреть при открывании машины с пульта в нужную в холодную погоду уже подогревали свечи по крайне на f кузовах именно так и есть здесь не помню возможно кто знает пишите комментариях уточним эту информацию также как я говорил я посмотрела много блогеров которые не блогеров а автообзорщиков подборщиков которые сказали что повторюсь это российские ребята все у вас там у нас в латвии тоже дороги плохие но в россии видимо еще хуже ситуация которые пишут о том что машина это вы знаете если не знаете я вам сейчас скажу у нее вот эта вся часть до передней двери она полностью алюминиевая не стоит распорка здесь и плита стяжная снизу без которой кстати передвигаться ни в коем случае нельзя там прям так и написано так вот ребята говорят что существует проблема у этих машин что морда с задней частью с остальной части автомобиля на склепана не сварена на заклепках и что заклепки со временем расходится и машина начинает там скрипеть стучать что только не делать я если честно такого никогда не встречал не могу здесь поспорить но на моей практике я не видел единственное место которое слабо это вот эта вот распорка которые нужно каждый раз например снимать для того чтобы заменить на 3 литровом дизеле воздушный фильтр например на 35 дизеля он стоит здесь отдельно то есть не нужно так делать и в эту распорку постоянно снимаете ставите снимаете ставите вот если здесь еще не такое слабое место хотя тоже срывается резьба то там под лобовым стеклом это постоянно встречается приходится с резьбы м8 переходить на м10 тоже не проблема но если вы возьмете машину и проедетесь на ней допустим наедет одним колесом на небольшой бортик то сделаете скручивание кузова то под лобовым стеклом будет такой щелчок насть как вот но по стеклу так по звук то есть иметь ввиду что распорка не затянута или там проблемы с резьбой еще одно слабое место у 60 кузовов это сама трапеция дворников она разбивается начинает лифтить дворники прыгают скачут скрипят и еще один момент капает вода на моторчик дворников и там есть концевички которые говорят машине в системе вот управление дворником где им выключаться в каком положении и бывает что дворники то в так останутся то так иначе проблема там и также там съедает шестеренку которая приводит привод сам механизм дворников то что тоже слабое место но вы его к сожалению либо только в дождь можете заметить просто имейте ввиду что когда так случится но куда копать по крайней мере я не знаю я надеюсь все сказал под капотом если что-то вспомню добавлю давайте начнем говорить про кузов здесь особо ездить конечно больные места но их и уже не так много как касаемо технических моментов например если вас будут потеть фары на 60 кузове но это не только 60 кузова касается но сегодня мы говорим конкретно про него знаете что победить будет практически невозможно можете менять стекла переклеивать их но они скорее всего будет сюда потеть то что микротрещины если это уже никак не победить так что запотевшие фары на 60 кузове особенно в дорестайлах часто встречается это к сожалению беда а фары несмотря на то что машина старая стоит ну новые я вообще молчу они как машина стоит ну грубо а бушный в хорошем состоянии естественно не найти смотрите пока стоим здесь зеркало сразу хочу сказать что есть такая проблема у них когда у вас складные зеркала с кнопки они вы их складываете нажимаете кнопку разложить и зеркала доезжают до этого места и потом начинает раскладываться наружу в обратную сторону тоже больное место там отламывается стопор пластмассовый лечится довольно недорого снимается зеркало снимается диск ручка ставить стопор виде маленького болтика даже самодельного можно все сделать недорого но тоже проблема обращать обращайте на это внимание уже заговариваясь просто поехали дальше например вот эта машина у нас конкретно она так называемый soft close есть у нее один нюанс здесь на этой машине водительская дверь уже не работает здесь есть такая проблема как съедает шестеренки внутри они просто начинают трещать и дверь к сожалению может так сказать присосаться к машине проблема в том что купить отдельно один доводчик ну это сложно поэтому кто-то покупает два кто-то четыре кто-то в этом случае мы просто отключили на данный момент и вот хозяин машины в поисках одного доводчика для того чтобы не покупать весь комплект существует миф в том что они ремонтируются я их никогда не ремонтировал звонили по этой машине спрашивали можете ли отремонтировать одному человеку который сказал что если вот там вот он трещит шестеренка какая-то сношена то он починить не может по поводу кузова самого обязательно проверяйте его прибором и еще знаете что передние алюминиевые крылья обязательно должны быть и алюминиевый капот мы на моей практике один или два раза встретилась машина у которой передние крылья прибор показывает как металл то есть не алюминий значит кто-то машина была аварии и поставили туда так называемые китайские крылья но не оригинальные не алюминиевый еще один момент для того если вдруг у вас не оказалось своего прибора и кстати вы можете сказать что это очень смешно десятилетнюю или старшую машину мерить на толщину краски но ко мне периодически привозят машину люди которые покупают и они их привозят сюда я их осматриваю я всегда примеряю краску если что-то вижу говорю клиенту покупателю и он уже покупает не покупает решать эти вопросы с продавцом меня это не особо касается так вот если вдруг не оказалось свой прибор а знаете что вот на конкретно не только в 60 кузове но мы сейчас говорим про нее вот вот этот механизм открывания люка лючка бензобака он для того чтобы его снять вот видите здесь есть такие вот такие вот четыре и не знаю как их назвать но вот такие четыре для того чтобы этот лючок демонтировать отсюда нужно проткнуть эти четыре отверстия нажать на специальные лапки и тогда это все можно снять так вот сам этот механизм не доводилось меня это стоит более 100 евро новый оригинальности с аналоги никто не делает к чему я это все говорю что когда красят машины многие подкрашивают они эту деталь не снимают возьмите фонарики посмотрите очень часто здесь вот клеют здесь кстати тоже видно я не знаю видно ли вам на камеру но здесь вот видно вот переход здесь был приклеен видимо скотч его тут наплыв лака то есть говорит о том что вот это крыло крашеное кстати давайте сейчас проверим прав или нет я возьму прибор и мы померим сколько здесь краски сейчас приду не показываю сколько краски на операторе слышала она не хочет я ее мерил восклицательный знак написала не будем мерить я надеюсь что хозяин машин не сильно расстроиться до тенис что нужно знать про багажник видите в этих машинах багажник поднимается сам но здесь он сделал это более-менее аккуратно есть машины где система подъема крышки то пружина повреждена то мортики она просто выпрыгивает и бьет ну как бы свои упоры и тогда здесь есть такими не механизма уши крепления вот этого всего механизма к кузову и очень часто их вырывает и вот кстати здесь есть такая проблема не знаю слышно не слышно я надеюсь что владелец машин не будет против давайте я попробую раз уже на и у нас есть машину которой видно есть там проблема я вам наглядно покажу на что обратить внимание сейчас мы разберем здесь немного видите мы сейчас буду качать крышку видите здесь все какая беда происходит и это тоже ремонт везде нужно собирать по чуть-чуть потому что когда вы повторюсь когда вы решите сделать это все а есть люди кто записывают сколько они вложили в машину на них потом волосы даже если их нет но они вот так вот дыбом стоит и потом люди говорят бм очень дорогая машина да она дорогая обслуживание но это должны понимать что это я уже не знаю говорил не говорил это автомобиль который имеет кучу технологий кучу всяких плюшек которые имеют свойства выходить из строя еще один момент это очень часто встречается на разных бмф но у 60 конкретно у 60-го кузова не так часто здесь в этом патрубке проложены провода вот на все это дело и бывает там переломаются провода но здесь повторюсь это не так часто к сожалению у нас я говорю полетели видео с первой части но мы отсняли 61 кузов показали это больное место там к сожалению немое кино получилось вот эти вот эти самые петельки которые вы сейчас видите это просто очень слабое место в 61 кузове то есть в универсале вот этой пятерки кто не понимает что такое 61 кузов просто постоянно едут машины с этими сломанными проводами обрывается минусовой провод в левой части крышки обрывается трубка омывания стекла заднего ну в общем там много проблем зачем так сделали бы я не понимаю а в 61 ты сделал даже поставишь оригинальный ремкомплект сделаешь через год опять все развалится сделаешь через год все опять развалится еще там слабое место на 61 кузове это кнопка открывания стекла тоже проблема сама кнопка попадает влага разваливается и и опять таки из этих проводов а еще проблема в 61 раз мы уже стоим сзади машина это вот этот спойлер на крышке багажника в котором стоит блок прием антенны радио и блок прием антенны машины так вот попадает до вода они просто начинают свести и выходят из строя тоже проблемное место поэтому 61 в плане вот этого задней части а еще в 61 у кого стоит панорама очень часто забитый дренажей у вас в багажнике утон могут утонуть блоки там стоит блок портронников прицепа ну еще чего то я уже не помню буду причислять еще один момент забыл рассказать что особенно это касается машин сам пакетом они ходят за часть очень низко что люди часто заезжают на бортик ну и так далее когда съезжает назад бампер соответственно пытается остаться на бортике и что происходит действует крепление на защелках так вот бампер пытается сорваться с них на крепление хорошо держит а крылья алюминиевые и вот здесь происходит надрыв крыла от алюминия просто так ты ломается в этом месте тоже небольшая проблема но тем не менее увидеть если вы видите здесь такую беду знаете что отремонтировать будет непросто повторюсь крыло алюминиевые сами знаете алюминиевые детали сложно ремонтировать это не металл зал постучал шпаклевки бросил и поехал дальше действий не прокатит вроде по кузову все поехали наверх там тоже есть что рассказать вы уже наверняка вот у вас уже пальцы стоят на клавиатуре вы уже написали бмв го подождите все еще впереди поехали наверх итак смотрим сразу то о чем я говорил смотрите потеки масла на системе наддува воздуха меняются коречки едете дальше еще очень часто вот наверху стоит такой же изгиб только на верху на коллектор очень часто лопается в этом месте бмв предлагает именно 60 кузов предлагается трубу купить в сборе стоит бешеный денег можете просто поехать купить силиконовый угол там подобрать по-моему 45 градусов и дисна там два разных диаметра на алюминиевую трубе и на патрубки на коллекторе этот момент смотрите с этой стороны все то же самое мокро мокрый кулер но это нормальная проблема не забывайте про демпфер смотрите трещин чтоб не было трещин здесь их маленькие трещинки есть но это демпфер я думаю еще тысяч 1020 должен проехать что еще нужно знать про ходовую часть 60 кузова они существовали еще с активным стабилизатором и как правило в паре идут с активной рейкой очень рекомендую не покупать такие машины обычный стабилизатор обычная рейка с серватроником и этого будет вам более чем достаточно потому что когда у вас будет течь активность стабилизатором будет у вас течь сто процентов потом застучит редуктор в рулевой активной рейки вы просто поймете что это не ремонтируется и стоит таких денег что проще продать машину и забыть это как старшин сон но еще надо идти кто это купит а после этого видео вы же будете знать куда смотреть значит не купить поэтому вот с таким простым стабилизатором с простой рейкой и можете смело ехать дальше если у вас когда-то была 39 бмв 39 кузов там передняя ходовая это был первый эксперимент от бмв полностью алюминиевая ходовая часть там это конечно слабое место рычаги там разваливаться очень быстро что касаемо 60 кузова здесь тоже полный алюминий стоит спереди сзади но здесь намного надежнее рычаги было получились они изменили немного их конструкцию поэтому в 60 кузове ходовая в принципе по нормальным дорогам я не знаю какие дороги допустим в россии но по латвии на такой машине можно жить даже на больших колесах единственно что вот если поставить всю ходовую новые спереди первое что развалится вот по крайней мере нас так в риге происходит то ли это ставим и один известный аналог рулевой наконечнику то ли это в нем проблема то ли что он просто первое что развалится это рулевой наконечник почему так происходит не знаю возможно такие рулевые наконечники еще такое слабое но недорогое место это передние стойки стабилизаторов вот здесь вот пыльник очень часто отрывается солдатика туда летит грязь и он начинает стучать ну как бы солдатики там стоит не дорогой подшипники передние в принципе 300 тысяч ходят особо проблем с этим нет недорогие детали можно смело покупать машину с гудящим подшипником это не по подос то есть там подшипник плюс работа порядка ну все зависит от какой подшипник купить там типа 100 150 евро это подшипник с работой за одну сторону как бы даже если два подшипника это там 200 300 евро и вы на опять там 200 плюс тысяч забыли про эту проблему спереди в принципе все пойдемте дальше буду что-то вспоминать дальше что нужно посмотреть опять таки было видео у меня на канале про муфту эластичная муфта кардана вот она там стоит здесь я не буду показывать ее состояние вы это можете посмотреть на моем видео как определить ее состояние но это очень слабое место вы на этой машине есть муфта стоит там тоже чуть меньше 100 евро хорошая аналог не оригинальная муфта у нас в риге оригинал там стоит 150 плюс по моему евро по коробке я вам сказал что чем отличается что при покупке обязательно посмотрите чтобы был сухой поддон коробки очень часто течет а также очень часто течет вот тот разъем где вставляется фишка в коробку с проводами они очень часто текут если это все сухо ну значит какое-то время можно ехать но не забывайте про замену масла здесь под кузовом все хорошо мне очень нравится как 60 кузов 3 в отличие от 39 уже его закрыли снизу что он помогает сохраниться хорошо единственный момент здесь есть соединение тормозных трубок его здесь есть такие как петли оригинальной там есть проблемы с ними они начинают гнить здесь и начинает гнить над задним мостом давайте здесь посмотрим здесь они выглядят хорошо но момент обращайте смотрите здесь кстати подтекает сальник входного вала в редуктор бокам все сухо нужно будет кстати хантуру сказать чтобы заменил в принципе по ходовой сзади тоже особо проблем нет раз там 100 тысяч километров надо поставить хорошие детали хорошие рычаги вы забудете про эту ходовую плаваешься и блок тоже кстати было видео как меняется рычаги тормозные шланги очень часто здесь трескаются давайте здесь посмотрим здесь еще есть такие микро 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 вот тут микро трещинки но еще не критично обратите внимание стандартный опять таки ну комплектами то стабилизатор если он активный то он спереди и сзади простой стабилизатор машина прекрасно управляется без всех этих дополнительных опций амортизаторов здесь с электронным электрическим управлением не существовало кроме m-серий еще одно место но это касаемо всех машин у кого вот такая задняя ходовая с n-образным или h-образным рычагом это вот эти соленблоки с недавних пор они начали несколько лет назад начали продаваться отдельно их можно теперь купить вот здесь он стоит и вот здесь он стоит здесь он еще хорошо выглядит да он не новый но еще не расслоился и не оторвался они меняются отдельно снимается рычаге не выпрессовывается и в принципе тоже стоит недорого на 61 кузовах есть небольшие проблемы с элем блоками заднего моста так как машина тяжелее они больше нагружены и для чего покупать универсал для того что что-то возить соответственно это дополнительный вес на задней оси от этого и разбивается с или блоки моста редко но встречается например на 53 кузове это стандартная болячка что еще нужно знать про ходовую 61 кузова что там они полностью всегда шли на пневмоподвески только сзади спереди никогда не было здесь у них стоит вот под такой пластмассовой крышкой у них там стоит компрессор с компрессором в дорестайле были проблемы там перетиралась трубочка в рестайле то мы в этот момент вроде как устранили не встречалась по крайней мере в подкрыльнике здесь стоит забор воздуха фильтр его нужно периодически менять не забывайте ну и подушки тоже есть видео кстати на канале по ее замене подушки ходят примерно повторюсь по пробегам на приборной панели порядка трехсот тысяч километров тоже в принципе довольно хороший ресурс понимаете 300 тысяч ходит пневмо баллон заменили однажды два баллона еще 300 тысяч поехали ну при условии что вы оригинальный поставить ну а теперь самое опасное и слабое место в 60 61 кузове это касается кстати и 90 кузовов и копеек но там если это видео вам понравится мы обязательно снимем про те кузова принцип там тот же но немножко другое расположение вот эта крышка под ней находится соединительный контакт плюсового провода который выходит из салона то есть с аккумулятора идет по багажнику провод дальше выходит выход на улицу и этот кабель пошел по улице например тридцать девятки он лежал в салоне у которой не было ну я не встречал там проблем вообще видимо какие-то требования по безопасности или что не знаю на бмв вот начиная 60 кузова везде теперь кладет эти провода по улице обязательно смотрите эту клемму потому что очень часто загораются машины кстати буквально сколько две недели назад примерно позвонил знакомый который за две недели или там за месяц до этого обращался к дилеру такие машины делаются по гарантии к дилеру в бмв в регии у него сказали что ваша машина не проходит гарантийный случай у вас с кабелем все хорошо езжайте дальше прошел там я не буду врать на давайте около месяца и у него загорелась машина слава богу охранник на стоянке заметил что из багажника пошел дым не растерялся вызвал пожарных они приехали потушили машину сейчас увидите фотографию что получилось слава богу машина осталась целая только вот погорели там блоки провода в багажнике там камбокс помню стоял и так далее очень часто горят машины и именно вот из-за этого соединения это самое важное куда вы можете посмотреть вам нужно посмотреть знаете можно починить двигатель заменить коробку поменять все рычаги что угодно но есть не дай бог у вас загорелась машина и у вас не оказалось средства чем потушить но все на этом все закончится к сожалению так что самое главное это сюда что еще вам хочу сказать эти машины были в полном приводе я вам не рекомендую покупать эту машину в полном приводом хотя сам по себе полный привод именно на 60 кузове довольно таки надежный в кузовах уже начались проблемы с приводами и так далее здесь да тоже есть эти проблемы но не так часто появляется учитывая то что машины старше чем f кузова если купили знаете одно каждые 50 тысяч километров замена масла в ожидаточной коробке и только оригинал меняйте в переднем редукторе тоже масло ну давайте 50 70 тысяч километров и все будет с ним хорошо знаете еще что там диски со своим вылетом колесные и тормозные диски там тоже отличаются то есть у меня недавно парень спрашивал он на 530 x drive хотел поставить тормоза 535 обычные заднеприводные не получилось вылет дисков тормозных не позволяет это сделать в принципе техническую часть я вам рассказал если где-то что-то не сказал где-то ошибся бегом в комментарии там будем спорить давайте пару слов про салон и будем заканчивать уже это видео потому что мы снимаем уже вторую неделю про салон здесь особых проблем не встречается и покупайте салон по состоянию знаете только что дорестайловые машины и ходит миф о том что это не касается рестайловых мультимедиа ccc но встречалось и такое что мультимедиа ccc вот с таким джойстиком как вы видите она может просто уснуть больше никогда не проснуться это ремонт а иногда выгоднее поменять на уже рестайловую систему которая пошла с конца восьмого года это ccc так называемый с другим джойстиком другим экраном в принципе покупайте по состоянию смотрите что все работало здесь особых проблем не встречается я не знаю что вам тут сказать потому что сходит миф о том что у 60 кузова огромные проблемы с электрикой ну наверное я где-то в другом мире живу я особо проблем здесь не знаю текут обшивки дверей очень часто но это всех бы мы касается отклеивается за обшивкой поролон начинает вода капала смотрите если у машины которую покупаете здесь мокрый пол или вот здесь обшивку уже бывает встречалось такое особенно кстати на и в кузовах обшивки уже просто в грибке все в плесени знаете что там есть проблема а теперь самое интересное написали комментарии уже чтобы мы говно я бы из представить сколько будет негативных комментариев о том что у господи как много проблемных мест дан зачем она нужна эта машина до и сервиса не будешь вылезать возьмите такую машину покатайтесь на ней вот идеально если вы поедете день и после этого я жду вас комментарии где вы напишите что она этого не стоит машина говно ломучая сыпучая и жигуль девяточка правит миром все пишите комментарии нравится ли вам такая рубрика если да мы обязательно подберем следующую машину я вам расскажу все технические моменты при покупке такого своего рода технический тест-драйв и еще если вам вдруг интересно где на канале у нас пропали обзоры новых машин от дилера к сожалению их больше не будет я не знаю ставит оператор это или нет но наши интересы и интересы официального дилера бы вы не сошлись они не любят правду а я за правду все всем пока увидимся в следующих видео а тачка клёвая hunter тебе привет и спасибо кстати отдельное спасибо мото хантерсу вот его ник за предоставленную машину уже второй раз все пока